Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Сегодня я побуду немного Капитаном Очевидности, напомню вам о том, что совсем недавно вышло новое дополнение к игре Sims 4, которое называется Старшая Школа. И уже исходя из названия, понятно, что оно связано с подростками. Вообще было бы очень странно, если бы оно было связано, например, с пожилыми персонажами. И раз это дополнение связано с подростками, я решила, что мы с вами давно не создавали персонажей. Поэтому сегодня мы с вами будем создавать 8 абсолютно разных подростков, которые примут участие либо в одном проекте, либо в нескольких. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить эти проекты. Ну а я пока что вам расскажу, что же это за компания, и кто чем увлекается, кто чем живет, и вообще, что это за персонажи. Итак, первый персонаж, которого вы видите, главное мне не запутаться сейчас ху из ху, это Аманда. И Аманда очень милая, тихая и скромная девушка, которая пытается найти друзей, но у нее не всегда получается их найти, потому что, знаете, она достаточно специфическая, она очень ранимая. И все время, пока она училась в старшей школе, ей было достаточно сложно завести какую-то компанию. Очень часто на переменах. Она сидела, читала книжки, жевала яблоко и смотрела, как, допустим, там девчонки тренируются, ребята собираются пойти поиграть в футбол. А она как-то, знаете, все время стеснялась кому-то подойти, но в итоге у нее действительно образовалась своя компания. И, конечно же, в этой компании все персонажи абсолютно разные. Когда эту компанию видят, то все говорят, подождите, а что этих всех связывает? Они все абсолютно разные. Но знаете, как говорится, иногда действительно бывают очень интересные повороты. И вот с этими интересными поворотами, понятное дело, что эта компания и будет связана. Кстати, мне интересно, вы, когда досмотрите этот ролик, обязательно его досмотрите до конца, потому что в итоге вы увидите, как эти персонажи выглядят вживую, ну, в смысле, в самой игре. И мне интересно, может быть, у вас в голове нарисуются какие-то парочки, может быть, возлюбленные, может быть, такие вот крепкие дружеские парочки. И обязательно напишите в комментариях, кто вам больше понравился, ну и какая парочка, на ваш взгляд, ну, смотрелась бы более-менее неплохо. Как с дружеской точки зрения, так и, мэйби, с лямурной точки зрения. Ну, а я продолжу. И, кстати, появился очень дебильный глюк в Sims 4. Вот сейчас вы увидите имена персонажей, а потом последних, по-моему, трех персонажей вы просто имена не увидите, поэтому я их буду называть. Следующий персонаж у нас Патрик. И мне кажется, что он, знаете, такой немного таинственный персонаж, таинственный такой парнишка. Он достаточно симпатичный такой, смазливый для большинства девочек их старшей школы. Но он, ну, достаточно тоже такой, знаете, вот именно таинственный, скрытный. Для кого-то из учителей он кажется, ну, знаете, таким не то чтобы бэтбоем. Он иногда любит прогуливать, иногда он не приходит на экзамены, иногда он не делает домашние задания, а иногда любит устраивать всякие тусовки. И на самом деле он является основателем клуба. Например, может быть, они играют в настольные игры, или, может быть, допустим, они занимаются, может быть, еще какими-нибудь там, не знаю, разработками компьютерных игр или еще чего-нибудь. В общем, у него есть своя компания. Ну и, в принципе, они действительно часто зависают в одном кабинете, в котором, допустим, стоят компьютеры, много столов, и вот поэтому иногда он не приходит вовремя на занятия, потому что он очень-очень занят. Следующий идет Сэнди. И Сэнди, знаете, девочка, на первый взгляд, достаточно стервозная. У нее вечно опущены уголки губ, она, знаете, вечно ходит, немножко поджимает губы, и на всех смотрит, кажется, что смотрит свысока. На самом деле Сэнди не такая плохая девчонка, как казалось бы. Она дочка мэра этого города, в котором они живут, и, конечно, ее ужасно бесит, что она должна соответствовать своей матери. Ее очень бесит, что она должна ходить всегда прилично одетая. Ее мать запрещала, ну не то чтобы запрещала, но говоря так, никаких там джинсов с какими-нибудь разводами, рванем и так далее. Никаких там, каких-то там, не знаю, кед в стразиках. Ты должна мне соответствовать. И, конечно, ее это всегда безумно бесило. Поэтому она периодически, ну, скажем так, сбегала из дома. Она пыталась отправляться на тусовки. Когда она выбиралась в школу, первое, что она делала, она доставала тени и красила себе черным глаза, потому что ей очень хотелось ходить с черными глазами, с яркими губами. И она делала две себе косички, потому что она считала, что это будет очень-очень круто. К сожалению, переодеваться в школе ей не удавалось, потому что, ну, она все-таки переживала, что, может быть, кто-то из учителей расскажет, потому что мать, понятное дело, что общалась с преподавателями. И иногда она могла спрашивать, а как там моя Сэнди? Ну, и, конечно же, ей приходилось все время ходить, ну, если не совсем прям в форме. Она и так уговорила мать, чтобы не ходить там в пиджаке, в какой-то там длинной юбке. Понятное дело, что ей приходилось все-таки смириться хотя бы с таким образом. Но в итоге, когда она познакомилась со своими друзьями, новыми вот этими вот ребятами, она получила в подарок от одной из девочек браслетик, такой, знаете, ну, в общем, обычные какие-то бусинки. Но она его очень сильно берегла, она его все время носила на руке, ну, прятала от матери, конечно. Потому что для нее это, знаете, был какой-то такой вот жест, не как все. То есть, наконец-то у меня есть какая-то вещь, о которой не знает мать. Мне ее подарили мои друзья, у нее, кстати, действительно и друзей-то толком не было, потому что все боялись, о, это же дочь мэра, и как с ней связаться? Да нет, мало ли что может произойти. А вот этот браслетик для нее был очень-очень ценным, поэтому она его, так, знаете, иногда надевала и смотрела, и понимала, что у нее все-таки есть хорошие друзья. Далее идет Присцилла. И Присцилла это вообще очень-очень интересный и таинственный персонаж. Главное, чтобы я с написанием имени не перепутала ничего, потому что я могу перепутать. Я могу, я умею. Так вот, Присцилла это девушка, которая достаточно давно живет со своей семьей в городке, в котором они будут жить, не знаю. Ну, скорее всего, давайте будем считать, что у нее в Коппердейли живет. Я же правильно назвала этот городок. Я помню Стартоза, я тоже путалась в названии. Так вот, Присцилла достаточно давно живет со своей семьей в этом городке. Возможно, у них такой, знаете, старенький домик. И она считала, что ее семья связана с магией. Она увлекалась мистически, она ходила в длинной юбке, она ходила в таких вот... Хотела, конечно, немного другую кофточку выбрать, но вот ту, которую я на ней видела, я такую, к сожалению, ну, не нашла в Симс 4. Она считала, что она понимает, там, допустим, язык животных, там, что-то может увидеть в звездах. Ну, в общем, короче, она считала, что у нее есть какие-то экстрасенсорные еще и способности. Но она, как-то, знаете, сдружилась с ребятами. И в итоге она иногда пыталась им помогать на экзаменах, угадывать, у кого какой будет билет. И, знаете, самое интересное, что она всегда могла угадать, что кому выпадет. Так что с Присциллой они тоже очень быстро подружились. И следующий у нас идет Бен. И Бен у нас тоже является сыном достаточно богатой семьи. В этом городке, может быть, знаете, как эти... Во всех этих сериалах есть семьи основателей. Вот есть, допустим, мать Сэнди, она мэр. А, может быть, родители Бена, это одни из основателей этого города. Ну и Бен, как бы, с одной стороны, вроде бы богатый парнишка. Но, с другой стороны, у него родители тоже достаточно строгие. Но не такие строгие, как у Сэнди. Поэтому они, в принципе, ему разрешили каким-то образом и в синий цвет покрасить волосы. Что для него было вообще шоком. И, в принципе, он ходил, одевался как хотел. Ну, конечно, на занятия он пытался ходить все-таки более-менее приличным. Но он очень сильно любил всякие тусовки. Он любил всех веселить, шутить. Поэтому он любил всякие яркие вещи. Иногда он носил даже такие вот смешные очки, чтобы всех веселить. То есть, знаете, такой, с одной стороны, вроде бы богатенький мажор. Но, на самом деле, парень с открытой душой всех действительно всегда поддерживал. И старался развлекать. Следующий у нас идет, если я не ошиблась, вот видите, имени нет. Имени нет и что с этим делать, я не знаю. Следующий у нас идет Дженни. И Дженни, в отличие от всех ребят, то есть, она, в принципе, даже будучи сейчас в этой компании, она остается немного замкнутой. То есть, она, ну, не всегда со всеми делится своими переживаниями, своими какими-то проблемами. У нее достаточно специфическая семья. Может быть, она живет вдвоем с отцом, например, в каком-то маленьком доме. И, может быть, там у нее отец может быть постоянно на работе. То есть, она все время проводит одна. И как-то, знаете, ну, так сложилось, что она уже привыкла к одиночеству. И она всячески пыталась, знаете, как-то быть вот не такой, как все. Она покрасила ярко волосы. Поначалу она, конечно, ходила с зелеными волосами, но затем она их постригла. Она их покрасила. И в итоге, знаете, вот ей больше нравился какой-то такой вот полупацанский образ. То есть, она любила какие-то там широкие штаны, рубашки. То есть, такая вот девочка была. Она любила играть на гитаре. Такая вот, знаете, и спортом занималась. И вообще, поначалу она думала, что если она будет такой, ну, серьезной девчонкой, знаете, такая вот, ну, скажем так, не такой, как все, то, возможно, на нее ребята начнут обращать внимание. Но, может быть, в итоге она не с ребятами связалась в свою жизнь, не знаю, это вы уже можете придумать. Но она действительно любила такие вещи достаточно специфические. Вот я для нее подобрала вот эту рубашечку. Я вообще пыталась максимально подбирать вещи из нового набора, но не все мне получилось, конечно, подобрать. Не все подходили под описание наших персонажей. Но вот это я решила взять этой барышне вот такие вот именно джинские, широкие. Я бы немножко опустила, конечно, вот эти колготки рваные, точнее, рваные в сеточку. Но и так подойдет. Следующий у нас Стивен. И Стивен, знаете, вот этот прям вот, если тот же Патрик, он у нас основатель вот этого вот игрового клуба, он, ну, вроде бы девчонкам и нравится, но нравится и нравится. То, ну, в нем было что-то, знаете, таинственное такое, вот он вроде такой закрытый, замкнутый. То вот еще от него Стивен был достаточно открытым персонажем. И он был, допустим, участником, а может быть, и возглавлял драм-кружок. Он вообще мечтал вырваться из этого маленького городка. Он хотел переехать в большой город, может быть, тот же Сан-Мишуна или в Дель-Сульвейле. Он мечтал быть актером. И он, конечно, знаете, он всячески ходил с идеальной прической. Такая вот вроде бы, знаете, немножко небрежная, но у него вот этот вот чукчик торчал. Да, у него было, видите, на брови было такое вот небольшое рассечение. Может быть, там, не знаю, подрался с кем-то или еще что-то произошло. Но он старался за собой следить, за своей формой. И вот он такой вот, знаете, был актер. Вот он любитель драмы. Он мог, знаете, так вот девчонкам там помахать ручкой. Все девочки прям падали штабелями за ним. И на самом деле он тоже был не таким уж плохим. Но ему нравилось вот это вот женское внимание. Был у него такой вот, ну, не то чтобы косяк. Ну, ему нравилось, когда девочки прям за ним бегали. Но когда они все видели, что это все объединилось в одну большую такую вот странную разношерстную компанию, то, конечно, все удивлялись. Что же этот красавец Стивен нашел с вот этими вот всеми странными? Вот этой вот любительницей мистики. Вот этой вот застенчивой. И очень странная получалась по мнению окружающих. А он действительно с ними, знаете, как-то сдружился. Ну, вот сдружился и сдружился. И было бы очень странно, если бы в этой компании, конечно, бы не было одного ботана. Не то чтобы ботан, он отличник. Это не значит, что он сидел зубрил прям все. Он просто очень хорошо разбирался во всех предметах. И зовут его, вот здесь вы видите, зовут его Райан. Ну, и на самом деле он действительно очень много времени посвящал учебе. Но не то чтобы, как я уже сказала, не для того, чтобы зубрить, что-то изучать. А он действительно очень быстро схватывал материал. И он всегда пытался узнать что-то новое. Он что-то читал, узнавал. Ну, и, конечно же, из-за того, что он много времени проводил там, например, в библиотеке, за компьютером, то, понятное дело, что на друзей у него времени просто не было. Ну, и, может быть, с этой компанией он тоже как-то связался. Может быть, на каком-то экзамене он кому-то что-то подсказал. Ну, и потом, может быть, он той же Сэнди подсказал там. Эй, слышь, там экзамен у нас сейчас. А вот тебе там ответ на 12 вопрос 2А. Ну, и, может быть, знаете, поначалу, может быть, у ребят были, ну, не то чтобы корыстные планы, но, как бы, полезно иметь в своей компании такого вот парнишку, который может что-то подсказать, что-то решить. А затем они, знаете, как-то, может быть, сдружились. Может быть, кто-то там, ну, не знаю, например, тот же Патрик, основатель этого игрового клуба, сказал, так, чувак, все, давай я тебе сейчас помогу, чтобы ты у нас... А он, допустим, тоже вот этот вот Райан, он, может быть, тоже хотел найти свою половинку, но он очень стеснялся, как-то не знал, как подобрать, что подобрать, как понравиться. Поэтому, может быть, Патрик сказал так, чувак, сейчас помогу, сейчас я тебе все расскажу. То есть, может быть, в итоге он помог ему как-то, знаете, отмейковериться, и чтобы Райан тоже понравился девчонкам из их старшей школы. В общем, вот такая вот немножко странная компашка получилась, они мне почему-то, знаете, вот так вот в голову пришли. Я иногда, я вам уже рассказывала, когда гуляю с Тетикой, я иногда продумываю всякие там персонажи, истории, и вот мне кажется, что эти восемь персонажей в итоге получились, ну, достаточно интересными. И они действительно будут принимать участие, скорее всего, в одном проекте, но, может быть, они будут и в нескольких появляться. Так что, ребят, обязательно посмотрите эти проекты. Ну, а сейчас я вам устрою небольшую экскурсию с нашими ребятами. Они, как вы видите, уже отправились в воскресенье погулять на пирс, и вы сейчас увидите, как они выглядят вживую. И мне кажется, что они получились действительно очень даже неплохими. Ну что, ребят, большое спасибо вам за просмотр. Обязательно досмотрите ролик до конца. Хорошего вам всем настроения, добра позитива. Увидимся уже в новых проектах очень скоро. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok